Владимир Путин подписал указ о свобождающий бизнес, пострадавший от коронавируса, от уплаты всех налогов и сборов за второй квартал 2020 года, за исключением НДС, налога на игорный бизнес и налогов из ЛИД за своих работников. По действию этого закона попали зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели. В Корчаево-Черкесии в категорию налогоплательщиков, имеющих право на такую господдержку, входят 4000 предпринимателей. А остальные все налоги, налог на прибыль организации в части авансовых платежей за второй квартал, налог по упрощенной системе налогообложения, также в части платежей за второй квартал, единый сельскохозяйственный налог за первое полугодие, единый налог на умененный доход, также исчисленный за второй квартал, акцизы, налог на добычу полезных, ископаемых налог по патентной системе. То есть эти все налоги не будут уплачиваться субъектами бизнеса из указанных категорий за второй квартал 2020 года. Кроме этого, для бизнеса установлен нулевой тариф страховых взносов, что тоже, безусловно, станет для них большим подспорьем. Однако налоговики, все же напоминаю, сдавать декларацию все же будет нужно. И больше ничего делать не нужно. То есть заявление писать о том, что прошу освободить меня от уплаты, тоже не нужно. Все делается автоматически налоговыми инспекциями. Декларация будет сдана, она будет обнулена в программе, в карточке расчета с бюджетом. Ничего не будет отражаться к начислению и к уплате. И, соответственно, вся сумма, причитающаяся налога, она будет обнулена. Узнать, попадает ли ваш бизнес под действием закона или нет, достаточно просто. На сайте налоговой службы есть специальный раздел COVID-19. В нем любой пользователь, просто указав свой ИННН, сможет узнать, попадает ли он под действие той или иной льготы, а также получить информацию, на какие меры господдержки он может рассчитывать в целом. В настоящий момент в связи с эпид-обстановкой личный прием граждан в налоговых инспекциях республики приостановлен. Документы можно отправлять по почте или оставлять в специальном боксе на входе в учреждение. Ну а госуслуги можно получать дистанционно. Для консультации работает бесплатная горячая линия 8 800 222 2222. Налоговые инспекторы напоминают жителям, что срок подачи декларации о доходах физических лиц по форме 3 НДФЛ в этом году продлен до 30 июля. Арнесчук, Автодевик Джалавян, Архиз, 24.